Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Звенигородская детская библиотека. И сегодня темой нашего детского часа будут рассказы, которые затрагивают одну из наиболее важных и знаменательных дат и событий в истории нашей Родины. Это рассказы о Великой Отечественной войне, которые написал Сергей Петрович Алексеев. Итак, я попрошу вас устроиться поудобнее. И первый рассказ, который мы с вами прочитаем, называется «Какой род войск сражается». Наступают советские войска. Бьют фашистов с востока, с севера, с юга, несокрушимо идут вперед. Приехал как-то командующий Западным фронтом генерал армии Жуков вместе со штабными офицерами к переднему краю боя. Смотрит, как наступают войска, любуются. Молодцы, молодцы, приговаривает. Смотрел, смотрел, и вдруг к офицерам, стоявшим рядом, обращается. Какой род войск сражается? В это время с криком «Ура!» как раз устремились вперед пехота. Пехота, ответили офицеры. Пехота, матушка полей. Верно, верно, пехота, соглашается Жуков. Постоял, постоял и снова спрашивает. Так какой род войск сражается? Переглянулись офицеры. Разве неверно они ответили? В это время как раз усилила огонь артиллерия. Хорошо, отлично стреляют советские пушкари. Нет фашистам от них пощады. А вот и Катюши послали залп. Метнули металл и пламя. Сравняли с землей фашистов. Повернулся Жуков к офицерам. Ждет, что ответит ему. «Артиллерия, товарищ командующий!» говорят офицеры. «Артиллерия! Бог войны!» «Верно, верно, артиллерия!» соглашается Жуков. Продолжает следить за боем. «Эх, молодцы! Эх, молодцы!» И снова к офицерам с тем же вопросом. «Так какой же род войск дерется?» Пожали офицеры плечами. Но как же им понять командующего? Разве они ошиблись в ответе? Видят офицеры. Ждет генерал ответа. Загрохотали в это время советские танки. Железным потоком пошли вперед. «Танки, товарищ командующий! Танки!» крикнули офицеры. «Верно, танки!» соглашается Жуков. «Орлы! Молодцы, танкисты!» Любуется сокрушительным натиском генерал. Постоял-постоял и снова. «Так какие войска сражаются?» Стоят офицеры в недоумении. Притихли. Не рвутся вперед с ответом. А в это время как раз начали атаку советские самолеты. Ухнули молотом бомбы. Земля устремилась к небу. «Ну, ну!» ожидает ответа Жуков. «Авиация!» — кто-то сказал несмело. «Авиация, товарищ командующий! Наши воздушные соколы!» «Верно!» — соглашается Жуков. «Слава советским соколам!» Наклонился к своим офицерам и тихо так говорит. «Так какой же рот войск дерется?» Сбились с толку совсем офицеры. «Не знают, что и ответить!» Выждал минуту Жуков. Показал рукой на штурмующих. «Непобедимый!» — сказал, улыбаясь, Жуков. Победным шагом идут войска. Давят они фашистов. 11 тысяч населенных пунктов освободила советская армия в боях под Москвой. Разгромила 38 фашистских дивизий. Во всей Европе не было силы, которая могла бы нанести поражение гитлеровцам. И вот оказалась такая сила. Наша советская армия. На сто, во многих местах и на 250 километров отогнали от Москвы наши войска захватчиков. Великая битва под Москвой закончилась сокрушительным разгромом фашистов. Стоит Жуков, смотрит, как наступают войска. Любуется. «Так какой же рот войск сражается?» — переспросил командующий у офицеров. «Непобедимый», — дружно ответили ему офицеры. Итак, а второй рассказ, который я хотела бы вам прочитать, называется «Победа». «Сержант Егоров!» — «Я сержант Егоров!» «Младший сержант Кантария!» — «Я младший сержант Кантария!» Бойцов вызвал к себе командир. Советским солдатам доверялось почетное задание. Им вручили боевое знамя. Это знамя нужно было установить на здании Рейхстага. Бойцы взяли под козырек и ушли. Многие с завистью смотрели им вслед, и каждый сейчас хотел быть на их месте. У Рейхстага идет бой. Прыгнувшись, бегут Егоров и Кантария через площадь. Советские воины внимательно следят за каждым их шагом. Вдруг фашисты открыли бешеный агоний, и знаменосцам приходится залечь за укрытие. Тогда наши бойцы вновь начинают атаку, и Егоров и Кантария бегут дальше. И вот они уже на лестнице. Подбежали к колоннам, подпирающим вход в здание. Кантария подсаживает Егорова, и тот пытается прикрепить знамя у входа в Рейхстаг. «Ох, выше бы!» — вырывается вздох у наблюдающих бойцов. И как бы услышав просьбу товарищей, Егоров и Кантария снимают знамя и бегут дальше. Они врываются в Рейхстаг и исчезают за его дверьми. Бой уже идет на втором этаже. Проходит несколько минут, и в одном из окон, недалеко от центрального входа, вновь появляется красное знамя. Появилось, качнулось и вновь исчезло. Забеспокоились солдаты. Что с товарищами? Не убиты ли? Проходит минута, две, десять. Тревогу все больше и больше охватывает солдат. Проходит еще тридцать минут, но ни Егорова, ни Кантария, ни знамя, ни больше не видно. И вдруг крик радости вырывается у сотен бойцов. Знамя цело. Друзья живы. Пригнувшись, они бегут на самом верху здания. По крыше. И вот они выпрямились во весь рост, держат знамя в руках и приветственно машут товарищам. Потом вдруг бросаются к застекленному куполу, который поднимается над крышей Рейхстага, и осторожно начинают карабкаться еще выше. «Правильно, туда его, к самому небу!» – кричат солдаты. «Выше, братишки, выше!» На площади и в здании еще шли бои, а на крыше Рейхстага, на самом верху, в весеннем небе над побежденным Берлином уже уверенно развивалось знамя победы. Два советских воина. Русский рабочий Михаил Егоров и грузинский юноша Мелитон Кантария, а вместе с ними и тысячи других бойцов разных национальностей, сквозь метели непогоду войны принесли его сюда. Самое фашистское логово. И установили на страх врагам как символ непобедимости советского оружия. Прошло несколько дней, и фашистские генералы признали себя окончательно побежденными. Гитлеровская Германия была полностью разбита. Великая освободительная война советского народа против фашизма закончилась полной нашей победой. Вскоре в Москве на Красной площади состоялся грандиозный парад победы. Сводные полки, приехавшие с фронтов, проходили мимо Ленинского мавзолея. Руководители партии, члены правительства на мавзолее, масса гостей на площади. Проходят полки. Чеканят солдаты шаг, и в каждом шаге звучит как эхо. Победа, победа, победа. Идут солдаты. А вот и особая вышла рота. Зашевелилась, задвигалась площадь. Что там несут солдаты? Солдаты несли знамена, поверженные фашистской Германией. Вот поравнялись бойцы с мавзолеем. Вот повернулись резко, шагнули вперед. Замерло все на площади. Полетели на землю знамена. К ногам стоящих. К подножью мавзолея. И снова идут полки. И снова в солдатском шаге, как крик, как эхо. Победа, победа, победа. А вечером был салют. Ликовали земля и люди. Гремели, гремели, гремели залпы. То радость огнями взлетала в небо. Победа, победа, победа. Итак, ребята, мы с вами прослушали рассказы Сергея Петровича Алексеева о Великой Отечественной войне. Я очень прошу вас не забывать великий подвиг наших солдат. Именно благодаря ему мы с вами сейчас живем на этом свете. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok